Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 107. Вопросы, события дня. Задавайте вопросы. 27 марта 2016 года. Воскресенье за этот день. Ну дальше считайте. Это у нас известно. Это как эпидемия взятая к этой теме. А здесь, что я нигде не бою в контакте, чтобы сами заходили и приносили на наш форум. Вот я торможу. Ну и объявление тут, чтобы помогли краткое содержание роликов сделать. Это очень важно. Люди просят. На какой секунде, что есть. Ну и вот это вот перевести так никто и пока не находится. На нашем сайте, не на форуме, на сайте. Аудио, видео перевести вот в эти позиции. Ну и идут занятия. Сначала Сергею позвонить надо. Среда, пятница. Ну вот немножко тут посчитаем. Сейчас пост идет. Я уменьшил несколько раз этот ролик. Дальше считай. Мульти, Владимир. Сегодня был в церкви. Порядка подхода не было. Все подряд, толпой со всех сторон. Как на базаре. Так не всегда, конечно, но периодически бывает. Тут у батюшки зависит. Ему выстраивать всех надо. А он стесняется или еще что-то. Ну это отзывы начались. Вчера я выставил, мы подходим ко кресту. Я написал, щеный порядок какой. Нет этого нигде. Ну просто нету. Как одеты люди, посмотрите. А это никакой роли не играет. Оправдает все. Женскую одежду, эту мерзость. Полураздетая, как на пляжи приходит. Ничего не говорят. Лишь бы только приходили. То есть разврат. Разврат умов и искажения слова. Бордель. Обмерщенная публичная организация религиозная. И к церкви никакого отношения может уже не иметь давно. Как-то смотрели. Павел завел одного Трофима. И там поднялся какой бунт. Осквернил. Здесь ничего нету. В сравнении с еврейским храмом. Так сегодняшняя храма это просто помойное место какое-то. Все и все тащат туда. И продают. И ужас один. Дальше. Вот священники не знают. Это большой труд. Вы дома наведите порядок. Чтоб дети на улицу не выбегали. Не благословясь у родителей. Ничего не получится. Если православно три поклона. Обратились тятя, мама, папа как. Благословитель в школу пошел. Пришел опять поблагодарить Бога. Ну нет этого. Ну и поэтому растут они такие. Артемий отвечает Владимиру. Дык. Более того еще массово говорят. В интернете в основном. Что порядок. М потом Ж. Мужско-женский. Нигде не прописан. Мужчины и женщины не прописан. Что это мы все придумали. Мол разницы нет никакой. Ну как это никакой нету. Мужчина глава везде. Надо это подчеркивать. Евреи знают. Включили себя в молитву. Благодарю тебя Бог Ягова Яхва. Что ты меня мужчиной сотворил, а не женщиной. У японцев знают. Ей 18 лет. Девочки. А мальчику 3 года. И она должна подойти поклониться отцу, матери. А потом ему. А он трехлетний. Отцу и матери больше никому. Ну в всем мире знают. У русских ничего этого нет. Субординации никакой нет. Чувство самосохранения отсутствует. А почему он так говорит? Потому что он не может этого сделать. К нам приезжали какие люди. Архимандриты. Фотографируют наши правила. 16 правил. Какой порядок. Это мы у себя обязательно сделаем. Еще ни один не сделал. Ни один. Его свои сожрут сразу. Вы жадной толпой, говорят. У тронах. О чем писал Вермонтов. Так у престола. Да. И как они беснуются, когда им говорит старшее поколение. Я вперед мужчина не пойду. Это старшие старушки говорят. Я перед мужчиной как пойду? Надо просто видеть их реакцию. Просто жуть. И если в маленьких церквях еще можно найти порядок, который был всегда. Сначала мужчины, потом женщины. И даже не задумывались над этим. То в соборах, которые по сути сборище людское, а не собрание верных. Люди на оглашенных голову преклоняют. Обыкновенно скажут, голову преклоните, все преклоняют. Вообще не понимают ничего. Священник, а тот дьякон, когда идет, ходит и разворачивается к нему. И стоят еще рукой, машут на себя, чтобы благодать ловят. Он, ходит, не людей, не стен, а иконы. Иконы. Но один раз. Зачем два, три, четыре раза? Тоже непонятно вечером. Только прошел. В это время опять демоны заскочили на иконы сидят. Или еще гоняешь ты их. Или людей сонных, чтобы как мух маленько разогнать. Вообще никакое. Он спрашивает, какую роль играет священник. Никакой. Копоть, а другим работа. Больше ничего нету. Ну и катаракта еще. И людям никто не говорит смысл и значение. А люди не ходят на встречи, которые проходят каждую неделю. Почему не сказать, что бритых даже на кладбище не хоронили. Их принадлежали к капсам смердящим. Отдельно где-то. Как цыган. В итоге имеем то, что имеем. Прости, если что не так, спаси Христос. Оксана Слышек. В беседе с Юлей Долбневой, Натальей Долговой, поднимаемые вопросы о семье, вы разложили по полочкам. И при том, в том свете Библии. Так оно и получается. Авторитет мужа не должен быть выше авторитета Библии. Если муж не подчиняется Слову Божию, не творит волю Божию. Не творит волю Божию. Бог сам отведет мужа в плен. И будет он ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет его Господь. То есть чужая его затянет, говорят. Космическая черная дыра и будет вопеть только среди зловония. Второзаконен, Босмила. И здесь терпение святых. Благодарю, что выслушали меня. Увидел в обед, что вы выставили ролик о крещении. Но оно еще не изучало его. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович и всех совработников ваших, благодаря которым за тысячи километров видим труды вашего. Славу Божию. Тогда, в середине 2012 года, после развода с Юрой, вы написали мне «Живи в чистоте». И для меня не было трагедии, развод. Просто очередной этап христианской жизни. Наблюдать дальнейшую деградацию Юры было намного труднее, но мы с детьми не оставляли его. Но когда Юра совсем уехал от нас, он быстро потерпел крах и сам признавался, что непонятно каким образом остался жив. Я изгодка обращалась к вам, чтобы вы помолились о нас, и вы отвечали «Молюсь». И для моей семьи вы лично были как близкий родственник. И дети знают вас, как Игнатия Тихоновича. Слушаю ваше наставление. Храни вас Бог, Оксана, Лиза и Лука. Мир, Игнатий Тихонович, второй день. Слушаю фильм «Сердце Рамзана Кадырова». У меня такое впечатление в их понимании, что русские женщины рожают своих детей как мусор. Простите, что не так сказала Оксана. Именно так. Именно так. Мир, Игнатий Тихонович, только вчера, 25 марта 2016 года, я впервые увидел в ролике занятия номер один от 13.12.2015 выставленную вами часть моего письма. Иначе бы я написал вам раньше. Сразу хочу поблагодарить за это Господа нашего Иисуса Христа и вас, и ваших совработников на Ниве Божьей. Итак, вы записали ролик 13 декабря 2015 года. А через 10 дней, через тысячи километров Юра поцеловал порог родного дома и сказал «Я вернулся». То есть уезжал с чужой женщиной, где-то был, там что-то. И куда уезжал-то? В Крым? Так вроде бы. Но в его памяти осталось, что 13 декабря был для него тяжелым и переломным. И говорит «Слава Богу». Это я пишу, как ничтожные свидетели из происходящего. Но сейчас не о нем о себе. Почти сразу по приезду Юры в ваших беседах по скайпу с мужчиной, которому вы посоветовали отрезать погоду на одежде защитного цвета, вы подняли вопрос о двоеженстве. Юра был уже женат, и хоть первый брак не поддлился и полгода, не было детей и был за 10 лет до нашего с ним знакомства, то, как вы разъяснили во свете Библии двоеженство, мне в моей ситуации стало понятно. Еще в продолжении видео по скайпу я испытал облегчение, словно камень сдвинулись с души, просветление. Я была знакома с начатками этого учения баптистов, неузарегистрированных баптистов. Но так как вы это раскрыли, для меня стало в тот момент все ясно. Их состояние словно с меня сняли кожу, ведь я знала, совесть меня облегчала, что первая жена, возможно, еще жива, и я замолчала. Мне было стыдно до боли сердечно, мы продолжаем с ним жить раздельно. Я с детьми у моей мамы, инвалидом первой группы, но не оставляем Юры без помощи и внимания, Бог видит. Долго не могла для исповеди, что сознательно выходила замуж за разведенного, сформировать слова, ведь если есть разведчание, кавычка, то я опять ломаю церковные стереотипы. Ваше видео 13 декабря помогло мне собраться с мыслями для исповеди, хрени вас Бог, Оксана. Видите, как работа идет, от этих духоносных, которые нападают, у них на этом ничего нет, они понятия не имеют об этом, главное угодить вышестоящему. Так. Когда мне пишете... Да, это уже другое об этом. Иногда начинает, вот по скайпу пикает, пикает и не поймешь чего надо. Я говорю, напиши целиком текст и потом посылай. Ну вот, наш, это в моем мире у меня. Заходите, здесь все копируем с видеоканала. Сколько у нас здесь видео? 2882 ролика. И фотографии. 18916. Ну тут какое огромное сокровище-то. Заходите сюда и смотрите. Вот это вот наш православный форум, вот как он выглядит, название. 1587. Сегодня новую тему создали. Вот такую вот. Посмотри, что здесь. Считай. Андрей Ткаечов, Игнатий Лапкин. О встрече патриарха Кирилла. Понятно. Берут кто-то, знать не знаю. Я говорил, действительно, патриарх... В чем он виноват, когда все католичное? Что вдруг загомозилось-то? Ткнул. Все католическое уже. Бритые священники. Крестить не хотят. Это католическое все. Патриарх. Что он сделал? Плохого поехал сейчас. Поцеловался, в руку пожал. Скажи ты. Проснули, заорали там все. Монахи особенно. Ну вот показывает. И соединились с Ткачевым. Я его не знаю. Ткачевым не встречался. И не хочу попадаться ему. Потому, если обо мне будут так вопрошать его. Ну дать, чтобы Бога этого не было. Ну думаю, ну просто будет разрушено все. Его, не мое. И вот наш видеоканал, как он выглядит. Вот тут более 4200 наших видеороликов. И вот если главное нажать, здесь вот главное. То есть здесь идут жития святых. Вот. На каждый день жития святых выставляются. 80-е годы насчитал. И один добрый человек это выставляет, обрабатывает, как оно должно быть. Ну а это наше сокровище главное. Сайт, как я называю, тяжеловесный. 50 книг примерно аудио насчитано. Много видео. Наши книги 38, это 43 книги только наших. Тома больших. Проповеди. В ответ на многие вопросы. Фильмы. Так что заходите и вы здесь найдете, что вам нужно. Ну и вот на сегодня все. Вчера воскресенье было. Бог дал мне милость твою причастником был. Святых Христовых Таинств. День прекрасный был. Ну и вот молитва в форум МФ. Я в морфлоте служил когда-то МФ. А теперь МФ молитва и форум. Над этим сижу целыми днями. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Аминь.